Здесь напоминают геометрическое определение параболы. В общем, сейчас будет то же самое, только для параболы. Геометрическое определение параболы. Значит, множество точек, равноудаленных от данной прямой, называемой директрисой, и данной точки, называемой фокусой. Сейчас будет доказательство оптического свойства параболы. Ну и для начала, ой, ребят, это вот, можно я пропущу, это вывод уравнения параболы, да, написать теремию Пифагора, то есть написать вот этот квадрат, там, этому квадрату, и получится у нас пропущу. А вот оно, оптическое свойство. Оптическое свойство параболы, что вот эти вот углы, показанные равны, да, вот здесь вот картинка в движении, показано, что они всегда равны, а здесь та же самая картинка, они подвижны. Вот теперь геометрическое доказательство оптического свойства параболы. Смотрите, какая здесь штука сделана. Взяли фокус, взяли директрису параболы, произвольную точку параболы, и предположили, что оптическое свойство неверное. То есть, когда проводим касательную, она будет небесектрисой. Соответственно, когда проводим бисектрису, то она где-то там пересекла. Ну, могла внизу пересечь, могла вверху. Давайте, пусть для начала пересекла внизу. В таком случае точка N находится на параболе, а при этом вот эти вот углы равны, то есть мы провели бисектрису. Мы провели бисектрису. Смотрите, что у нас будет. У нас получается по признаку, по отрезку МН и отрезкам равным МФ и МЖ. Получаются два конкурентных треугольника. Треугольник МФН и МЖН. Получаются они грэнт. Таким образом, если мы проведем вертикальный еще отрезок НН, то мы видим потрясающую вещь. Зеленые отрезки равны из-за конкурентности треугольника ФМН треугольнику ЖМН. А отрезок НН равен отрезку НФ по определению параболы. Получается, что вот эти два отрезка, красный и зеленый, должны равняться. Но это, конечно, абсолютное безобразие. Сейчас нам покажут, что это значит. Лампочка, лампочка заждусь. Ребята, параболический телескоп. Известнейшая в астрономии вещь. Применяется просто, где только не применяется. И вы, когда занимаетесь любой связью, то антенны, параболические, это, ну и телескопы всевозможные, безусловно. Так, вот так выглядит. Так, тут случаи, когда точка пересеклась вверху не показаны, но, честное слово, ровно так же. То есть вот здесь вот у нас нарисовано, что точка Н ниже. Если бы она была выше, то все равно то же самое. Пусть треугольник был по-другому расположен. А так и суждение то же самое. Так вот, господа, смотрите, что у нас здесь есть. У нас есть перпендикуляр, проведенный из фокуса параболы на ее касательную. Согласны? И вот эта вот точка, куда я сейчас мышкой показываю, пробегает белую прямую. Видите? Так, все понимают, что вот этот заштрихованный треугольник, как на бедре? Просто по определению параболы. Вертикальный отрезок, вот этот вот красный, равен отрезку, проведенному к фокусу, просто по определению парабол. Вертикальный и вот эти два красных отрезка равны. Вот. Мы только что доказали, что там по практическим свойствам, что эти углы равны. Таким образом, вот эта точка для равнопедренного треугольника, это середина его основания. Ну, то есть, это за одно и основание высоты. И идеально. Продолжение следует...